Мир вам, дорогое собрание! Мир вам, дорогое собрание! У них в голове столько мечтаний, столько планов, столько прогнозов, идей, и им всем хотелось бы, они все верят в то, что лучшие мечты осуществятся, что-то худшее обойдет их стороной, и они обязательно будут благословенны и счастливы в жизни. Это помогает жить, вера, вера в сердцах. Мне помнится, как Иисус Христос однажды сказал о себе и о враге человеческих душ. Он говорит, что дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить. А вот Я пришел, чтобы вы имели жизнь, и жизнь с избытком. Слава Господу! Друзья, поэтому человек, каждый, рождаясь в этот мир, он стоит на неком перекрестке. Либо он пойдет в одну сторону, зовущую манящую, либо выберет иной путь. О тех путях священные писания говорят, что один пошире, другой поуже. Как-то толпа идет широким. Лавина житейская движется по широкому пути, и так удобнее. Особенно прилагать усилия не надо. Немножечко замедлишь, немножечко поспишь, расслабишься, поленишься в жизни. И толпа увлечет тебя, эта волна стихия мира увлечет тебя, и ты окажешься в этом бурном движении житейского моря широкого пути. Но если все же Господь даст тебе обладать мудростью и трезвостью ума, ты остановишься, чтобы сделать твой выбор. Выбор против всех. Выбор против толпы. Выбор против общественного мнения. Выбор, чтобы услышать некий голос, зовущий и манящий, идти за Богом. Выбор, который увлекает тебя. Это борьба. Это сражение. Это подвиги и победы. Это интересный путь по-своему. Там есть прелесть этого пути, узкого пути, пути, о котором говорит Христос. Так вот, на том широком пути, Христос говорит, есть уха, которые приводят к потерям. К одним потерям за другими, в результате которых ты потеряешь и жизнь, и надежду. Настоящее и будущее. И вот иной путь. На пути, по которому ты будешь идти, Христос сказал, ты будешь иметь жизнь. Я пришел, чтобы быть твоим путем. Я пришел, чтобы быть для тебя дверью. Дверью, которую ты отворишь. Путем, по которому ты будешь делать твои первые шаги. И на этом пути ты обретешь жизнь. Ты будешь ее иметь. И вы знаете, друзья, когда Иосифу приснился сон, но в утро проснувшись, он был под впечатлением сна. Он был готов рассказать маме, папе, братьям. Вы представляете, вот я стою в почете, и вы поклоняетесь мне. Но, чтобы стать в то состояние, мало одного сна, нужен путь. Нужно было пройти путь до реализации этого сна. А это жизнь. А это опыт. И вот, к сожалению, не все, которые видели сны, не все, которые в начале пути имели откровение, не все, которые в начале мечтали, дошли до цели, научились. Помнится для всех нас потрясающий человек, человек веры. Человек, которого однажды остановил на пути Господь и сменил его курс. Человек, оглядываясь, прошлое говорил, это великий апостол Павел. Он говорил, а я научился жить. Помните, я научился жить в скудости, я научился жить в изобилии. Я прожил уже лет сорок. Видел на своем пути людей, которые сумели жить в изобилии. Но когда пришли трудности, они рассыпались. У них не получилось. Я видел людей, которые умели жить в трудностях, которые делили краюшку хлеба с ближним, которые жили в нищете. И в этом они были богаты, свободны, ревностны и святы пред Господом. Но когда пришло богатство, они саморазрушились и потерялись. Они не сумели приобрести опыт, как жить в изобилии. В этом смысле апостол Павел говорит, что проблема не скудости, и проблема не изобилия. Проблема не скромности или достатка. Проблема в том, если ты научишься жить. Проблема в том, если ты научишься жить, если ты сумеешь жить, если ты приобретешь этот Божий дар уметь жить, уметь прожить жизнь, тогда ты достигнешь великих и благословенных целей. Ведь все мы живем, правда же? А люди же по-разному живут. Мы были в России, в Союзе, видели, как живут люди. Мы приехали в Америке, кажется, это страна возможностей. Но извините, мы едем, видим человека без определенного места жительства, под мостом, с собакой, он просит на крышку хлеба. Кажется, разве можно так? Можно. Разве возможно это? Возможно. Здесь стоять с протянутой рукой. Тысячи научились жить. Люди, которые приехали из других стран, пытались через день второй сориентироваться в этой жизни и как-то научились жить. Иные родились здесь, в этой стране, и не умеют жить. Апостол Павел с позиции христианина говорит, жизнь меня чему-то учила. И теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что я научился жить в невероятных жизненных обстоятельствах, в разных жизненных ситуациях. Я научился держаться на плаву. Я не утонул. Я не разрушился. Я умею жить. Я встречал людей, и вы встречали. Ведь все говорят, правда же? Кто-то говорит на русском языке, кто-то на английском. Иногда мы думаем, а на каком языке служение вести? На русском или английском? Что ближе, что понятнее, что удобнее. Но так или иначе говорят все. Свои мысли высказывают все. И вот открывая Священное Писание, мы видим, что они начинаются с того, что в начале свое слово говорит он. Потом люди. В начале он говорил, потом мы стали говорить. Так вот, когда он говорил, когда слово исходило из божеских уст, тогда все было благословенно, великолепно, восторженно. Когда говорит Бог, тогда свет отделяется от тьмы. Когда говорит Бог, тогда зажигаются светила на тверде. Когда говорит Бог, тогда из праха образовывается жизнь человеческая, великолепная, славная, прославленная Богом. По слову Бога. Когда говорит Бог, останавливается буря. Когда говорит Бог, вода превращается в вино. Когда Бог произносит свое слово, веки устрояются. Так вот, друзья, некоторые из земных тоже научились говорить. Говорить словами Бога. Иисус говорит вашей верой, если вы сумеете говорить, говорить горе, она отодвинется. Она разрушится. Только вот возлюбленные в жизни, мы встречаем разных людей. Одни говорят, и горы расступаются. А другие говорят, и стены китайские строятся. Вы замечали это? Одни говорят, и отношения выстраиваются. Другие говорят, и мосты сжигаются. Один человек говорит, и в сердце мир. Другой человек скажет пару-тройку слов, и буря поднимается. В компании друзей, в семье, в церкви. Есть человек, который может уметь говорить умиротворенно, и не важно на каком языке. И не важно, сколькими словами он пользуется. Может быть, двумя, тремя. Но он умеет говорить. Он умеет говорить к народу. Он умеет говорить к сердцу. Он умеет говорить Господу. Это искусство, которым нужно научиться. Уметь говорить. Уметь ходить. Можно ходить перед обстоятельствами, ходить перед искушениями, перед пожеланиями. А некоторые из людей ходили, как и мы с вами. Как-то они жили, как-то они шли по жизни. У них какая-то такая интересная была походка, что по дороге, шаг за шагом, их Господь подхватывал от этой земли. Одни ходят так, что их скользкий путь угораздит где-нибудь в бездную гиену огненную. Они так ходят по жизни. А другие ходят по жизни так, что колесница огненная их подхватывает в небесную высь. Нужно уметь ходить. Я помню мою молодость, детство, такое юное, строптивое. Как-то мы с дедушкой пошли грибы собирать. Ну и понятное дело, мы взяли по ведру, и я так рассчитывал уже там в автобусе, в электричке, что ну конечно, что дедушка с палочкой, пока он там от одного куста к другому берется. Берется, я конечно тут всю поляну оббегу, грибовно собираю. Думал я так, по молодости ведь мы так думаем, мечтаем. Так вот, когда мы пришли на то самое грибное место, пока я от пня к пню бегал, с пустым ведром, поворачиваюсь на дедушку, он идет с палочкой прихрамовой, а там что-то поворошил, под тем пеньком, под тем кустом, под тем деревом. Я смотрю, у него уже пол ведра, а я еще дно не устилил. И дедушка-то видит мое кислое лицо? Он-то понимает, что внучок как-то мимо жизни бегает, мимо грибов. И я-то понял, что жизнь зависит не от того, как ты бегаешь, а есть некое внутреннее чувство уметь жить. Есть некое внутреннее чувство научиться видеть, научиться ходить правильно, как-то чувствовать жизнь. Потом прошло еще немного времени, дедушка ведро полное, а я едва ли дно усилил. И тогда я по-детски понимал, что такое жизнь с избытком. Когда у меня пустое ведро, а у него через край. И потом из своего ведра он в мое отсыпал, чтобы мама не пожурила, чтобы настроение приподнять внучку. Простая жизнь, но она чему-то учит. Жизнь с избытком. Когда у тебя достаточно, и ты можешь кому-нибудь еще дать. ты можешь ловить всю ночь и ничего не поймать, а можешь поймать столько рыбы, что с братьями поделишься. Когда пустые сети грустно, ведь правда, нервозность приходит, злой становишься, недоволен на всех, на себя, нервничаешь много, говоришь плохо. А когда полные сети довольны, счастливы, и Господа прославить, и братьев благословить, и говоришь, жизнь удалась. Удалась жизнь. Так вот, друзья, Иисус Христос говорит, я пришел, чтобы дать жизнь, чтобы вы имели жизнь. А апостол Павел спустя время говорит, я научился жить, я научился видеть правильно, я научился ходить правильно, я научился реагировать правильно, поэтому теперь, к концу дней, я могу рассчитывать на то, что Он возложит на мою голову венец нетленный, Он почтит меня и примет меня в Свои обители. Кто-то из мирских сказал, нужно прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Даже они, мирские, понимают, что жить нужно ради чего-то, ради цели, ради конца, что если жизнь имеет начало, то она имеет финиш. Если есть старт, то будет конец. Мы к чему-то идем и куда-то придем, и будет какая-то развязка всей нашей жизни и всех наших дел. И поэтому нужно жить сегодня, ориентируясь на завтра. Начинать весну, чтобы иметь в виду осень. Начать движение, чтобы прийти не последним. Нужно уметь жить. Благословенные люди у нас есть в Священном Писании, с которых мы можем учиться. Я хотел бы одного из людей сегодня взять в основание наших размышлений немножечко и буквально пару-тройку минут еще остановиться на его судьбе, на его жизни. Я понимаю, что здесь собрание в основном такое молодое, и поэтому, конечно, я выбрал для размышления всеобщего как раз судьбу одного замечательного молодого человека, который как-то любил Бога по-особенному. И вы знаете, жизнь не была для него легкой. Я думаю, что многим из нас даже представиться не может ни в каком кошмарном сне то, через что прошел сей замечательный человек. Сколько трудна для него была юность, сколько непростое для него было детство, сколько ему перепрошлось прожить до его 30-ти. Многим из нас до 50-ти не представилось столько потрясений, сколько он прожил. Это Иосиф, я о нем. Так вот, одна небольшая иллюстрация из его жизни. Такой сокровенный разговор с братьями. Вы знаете, есть шумные разговоры и дела, есть такие громкие повествования о великих делах, о праздниках, а есть такие, знаете, небольшие будни, незаметные будни, где-то среди недели, чуточку времени, полчаса в кругу семьи. Но вы знаете, эта иллюстрация оставлена для нас в Библии, и она о многом говорит. Давайте прочитаем. Бытие, 50-я глава, я прочитаю с 15-го стиха до 19-го, включительно. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали. И послали они сказать Иосифу, отец твой пред смертью своею, завещал, говоря, так скажите Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога Отца твоего. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Пришли и сами братья его, и пали пред лицом его и сказали, вот мы рабы тебе. И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Аминь. Вы знаете это, друзья. Для того, чтобы подойти к 50-й главе, нужно начинать читать гораздо раньше, для того, чтобы понимать каждый день из жизни Иосифа, и к чему все шло, и почему вдруг получилась такая кульминационная развязочка тех дней и тех событий. А именно, никого лишних, никого сторонних. Некоторые слуги, подготавливая путь для разговора братьев, подошли и сказали, Иосиф, когда отец умирал, он просил, чтобы ты не делал ничего плохого братьям. И только они ушли, на пороге появились вот те самые родные братья. Они уже были с бородами, уже волосы были седые, руки отягощенные, походка такая уже пройденная жизнью, измученная, уставшая немного. Они, видно было на их лицах, что жизнь прошла, что они уже не первой свежести, уже за плечами их опыт, это зрелые достаточно люди. И они встречаются с своим братом. И чему-то их сердце клокочет, как-то по-необычному. Почему-то в родимой, домашней обстановке, на их лицах присутствует такой панический страх. Что такое? Что случилось? И вы послушайте, о чем они говорят? Они говорят, когда отец умирал, он просил не делать беды для братьев, прости им грех, что-то чуяли. И вот Иосиф отвечает, Иосиф был в некоем изумлении, он даже прослезился, он говорит, братья, что вы? Братья, о чем вы говорите? И слышали его аргумент? Я Бога боюсь ведь. Так вот, все немножечко по порядку. Вы помните, как когда-то делали заговоры его братья? Плели интриги. И вот с тех пор, вроде, смотришь на эту иллюстрацию, как будто ничего не изменилось. Когда-то в молодости они решили избавиться от брата ввиду таких эгоистичных намерений своих собственных похотливых душ. Они вроде как бы его запрятали, потом одежду приготовили, такую намазанную кровью, брата продали в рабство, а сами, конечно, с этой одеждой пришли к отцу. Они знали, что у отца нет сотовых телефонов, что он через интернет не найдет брата, что это все надолго, что это все, скорее всего, навсегда, и никогда не прояснится истина о том страшном дне. Поэтому братец там, отец здесь. Все, что им нужно было сделать, малость немножко такой театр сделать, спектакль небольшой, поиграть отцу на чувствах. Сделать такие длинные жалостливые лица, как будто они потеряли любимого родного братика, представить одежду ввиду доказательств, и вроде как бы все клеится к стати. Отец переплачет, перенервничает, успокоится, и вроде бы дело решилось. Так вы знаете, у них получилось. Они хорошо сыграли. Как бы не было больно отцу, но отец поверил. И это утвердило их в безнаказанности. Все сошло с рук. Все нормально. Жизнь продолжается. Никаких эксцессов, никаких трагедий. Правда, встреча с братом смутила их и потрепала нервишки. Немало, но вроде как бы все начало ладиться, и все шло дальше хорошо. Они живут в неплохих землях, в Египте. Там живет их престарелый отец, патриарх их большого семейства. Он являлся неким гарантом стабильности, неким гарантом уважения друг друга, и все было замечательно до какой-то поры. И вдруг, вау, отец умирает. И только лишь тогда они поняли, а гаранта нет. Они-то понимали, что пока жив отец, Иосиф плохого не сделает. Отец был авторитетом. Отец был во главе угла. Иосиф никогда через отца не переступит, они это знали. И они в этом были уверены. Но вот отца нет. Как выйти сухими из воды? Как решить проблему? И смотрите, они вновь плетут интриги. Они-то не знали, что буквально еще вчера Иосиф приходил к отцу. Иосиф приводил сыновей к отцу. Если бы отец считал нужным что-либо сказать, то он как раз бы сказал Иосифу и уж никаким ни третьим лицам, никаким ни слугам. Вчера, общаясь с Иосифом, разве отец не сказал все, что считал нужным? Зачем здесь слуги? Зачем здесь посторонние люди, которые играют снова в тот же театр? Так вот, обратите внимание на братьев, друзья. Уже взрослые люди, седые бороды. А похоже, они в жизни так ничему и не научились. Как тогда в молодости они плели интриги, так и теперь в зрелом возрасте. Они все еще рассказывают истории. Истории с папой. Почему? Потому что внутри паника и безнадежность. Потому что они как-то учились смотреть по сторонам. Там они видят Иосифа, там они видят папу. Но почему-то никому не пришло в голову поднять глаза туда и увидеть, что там ведь Бог еще есть. А как они могли туда смотреть, когда Иосифа продавали? А как они могли смотреть туда, когда папе врали? У них не было такого опыта. И теперь, спустя годы, когда они стоят перед Иосифом, они вновь не думают поднять голову туда. Они решают свои вопросы на горизонтальном уровне между братьями, рабами, слугами, Иосифом, друзьями и так дальше. Но вы посмотрите, как мыслит Иосиф. это иной дух, это иной тип личности, это иной характер. Он был в изумлении. Потому что в какой-то момент он понял, что они говорят ведь на разных языках. Иосиф уважает папу, да, безусловно. Но послушайте, как он говорит, брать, брать, вы почему переживаете? У него слезы из глаз потекли. И он пытается объяснить истину всей жизни. Он пытается объяснить основание его веры. Он пытается объяснить его жизненные принципы. И этот принцип, их немного. Он один. Он краеугольным камнем для всей его жизни. Он говорит, братья, поймите, я боюсь Бога. Причем здесь папа? Так я же не перед папой хожу. Причем здесь фараон? Я не боюсь фараона. Я не сделал ничего плохого, чтобы бояться фараона. Я не грешен перед папой. Я никогда не ходил перед людьми. Я не боялся людей даже. Все, что для меня свято, все, на что я ориентировался в жизни, это Бог. Все в мире изменчиво. Даже папа бывает изменчив. Даже мама поступает неправильно. Даже близкие могут тебя подвести. Братья родные могут предать. Поэтому я никогда в жизни не ориентировался на людей. Я никогда в жизни не строил свои ценности на людях, на фараоне, на власти, на деньгах, на богатстве, на партнерстве, на конкурентах. Никогда, ни на чем. Единственное, на чем я строил жизнь, это Господь. Единственное, пред кем я ходил, это Бог. Мир изменчив. Бог не изменчив. Никогда. Поэтому, если я завязан на Боге, то моя жизнь не изменчива. В изменчивых обстоятельствах не изменчивый Иосиф. Потому что Бог не изменчив. Потому что вечен Бог, Иосиф вечен. Потому что праведен Бог, Иосиф праведен. Потому что свят Бог, Иосиф свят. Потому что честен Бог, Иосиф честен. Потому что слово Бога верно, Иосифа слово верно. Потому что Бог безупречен, Иосиф безупречен. Аргумент один. Братья, поймите главный принцип моей жизни. Я боюсь Бога. И все остальные комментарии неуместны. Все остальные слова пусты. Все остальное лишнее в жизни. Разве вы не понимаете? Разве вас не учил Отец? Разве вы не поняли главное в вере? Разве вы не поняли главного вхождения с Богом? Разве вы не понимаете, вы можете быть предпапой, предфараоном, предбратским советом, пред тысячами людей. Но вы можете когда-то одни быть, и никто не видит. Но Он-то видит. Но Он-то видит. Ты можешь оказаться на виду, среди знакомых людей. Ты можешь вдруг попасть в джунгли, в Африку, и там тебя никто не увидит. Ну и что? Жизнь-то не меняется. Принципы не меняются. Святость не меняется. Праведность не меняется. Потому что мы перед Богом ходим. Он видит. Он знает. Он наш путь. Он наша истина. Он наша жизнь. Он наша дверь. В Нем мы живы. От Него все зависит. Иосиф это понимал. Это было принципиальным в его жизни. И вы знаете, читая этот текст, я восторгаюсь Иосифом и понимаю, что к своим 30 годам Иосиф выучил главный урок жизни. Иосиф понимал, что Бог там, а Он здесь. И главный девиз его жизни был. Он говорит, братья, я боюсь Бога. Вот и все. Спустя время, один из потомков израильского народа, великий Соломон, писал. Блажен человек, я скажу своим языком, ближе к нашему. Счастлив тот молодой человек, который найдет для себя добродетельную жену. И когда его сердце будет в ней уверено, он не будет в проигрыше. Он будет знатен у ворот. И потом Соломон говорил, миловидность обманчивая. Это не то, на что стоит делать ставки. Это неплохо, но на это ставки нельзя делать, потому что миловидность изменчива. Потому что красота, она суетна, она тоже изменчива. Но жена, боящаяся Бога, достойна восхваления. Достойна чести. Она значима. Ты можешь потерять деньги. Ты можешь потерять миловидность. Красота может уйти на второй план. Может все измениться в жизни. Понимаете? В жизни может все измениться. Все. Земля, на которой ты живешь, дом, в котором ты живешь. Все может поменяться через год, через мгновение. Но страх пред Господом будет держать тебя всегда. Жена, боящаяся Господа, достойна почтения. Друзья, куда я веду, друзья? Мы живем сейчас в государствах. Вы живете в Америке, я живу в России. Мы посещаем церкви. Мы живем жизнью церкви. А еще мы имеем семьи. Родительские семьи. Кто-то свою семью строит. Мы сотворены Господом так, что мы живем не в одиночку. Понимаете? Хоть в церкви у нас есть круг людей. В хоре у нас есть круг людей. Мы как-то взаимоответственны, взаимозависимы, взаимоподчинены. В церкви, в хору, в группе музыкальной, певческой группе. Мы взаимозависимы. В миссионерском служении мы не можем быть в одиночку. Иисус по двое посылал. В семье мы тоже ведь не одиноки. У нас есть родители, у каждого сто процентов. Может быть, у кого-то ушли Господу, но оригинально у каждого из нас есть родительские доми, есть родители. Мы не одиноки. Я думаю, что все без исключения в основном планируют строить свою семью, иметь спутника жизни, с которым идти, если вы пока одни, и братья, и сестры. Так вот, Священное Писание показывает нам. Люди могут иметь одно высшее образование, два, три. Люди могут иметь петь, играть, говорить на одном языке, на трех языках. Могут жить в Америке, в Мексике, на Гондурасе, где угодно. Могут быть высокого роста, маленького, талантливые, не очень. Но что важно в жизни? Если ты найдешь спутником в жизни человека, который боится Господа, ты благослови. Аминь. Если ты найдешь в жизни спутника, партнера, друга, который боится Бога, это несметное богатство. Это огромнейшее благословение в жизни. В чем нуждается общество, друзья? Я пару-тройку слов. Я из России сам. И чтобы много не говорить разного о стране, скажу лишь несколько фактов ситуации. Представьте, где-то так подсознательно мы понимаем, что если есть беспредел и несправедливость в жизни, то куда мы обращаемся в светском обществе? Конечно, в органы власти. Конечно, в милицию. И то, что сейчас мы читаем, то, что мы сейчас слышим о наших органах власти. В Москве из 30 основных группировок, которые воруют машины. Больше 10 контролируют генералы милиции. И люди в ужасе. Люди говорят, так во что верить, если мундир не изменяет человека? Если мундир и звезды не ограничивают человека? Но мы-то верующие люди, мы-то знаем, что мундир никогда не изменит человека. Мы-то это знаем, друзья. Вдруг мы слышим, что врачи, которые должны спасать людей, они как-то тайно вырезают органы и продают. Люди в жутком ужасе. Как это может быть? Неужели люди в белых халатах могут это делать? А при чем здесь белые халаты? А неужели белый халат способен изменить личность человека? Неужели второе высшее образование способно изменить молодого человека? Неужели? Неужели, если он будет талантлив в музыке, профессиональный музыкант, неужели он станет порядочным? Неужели спортсмен, когда добьется великих результатов, он вдруг станет порядочным человеком? Отнюдь нет. Друзья мои, в мире нет, в мире нет школы, в мире нет базы, где может формироваться порядочная личность, здоровая личность, сильная личность, стабильная личность. В мире огромный дефицит. Мы говорим о кризисе, он ведь не только в экономике. Экономика это как следствие. Но где-то было начало каким-то непорядочным решением, принятии непорядочных решений, нерассудительных, неразумных решений. Все шло от сердца и от ума. Мир испытывает дефицит, огромный дефицит в порядочных людях. Мы сегодня говорим, а кто вытащит ту или другую страну от кризиса? Ну посмотрите, в каком кризисе находился Египет. Что могло обрушиться на Египет? Кто мог спасти Египет? Семь лет голода. Какая экономика выдержит семь лет голода? Но если там есть один человек, боящийся Бога. Вы слышите? Если там есть один человек, боящийся Бога. Если Господь благословит страну одним человеком, боящимся Бога. Президентом или министром, или кем угодно. Народ жить будет. Народ спасен будет. Нам нужны люди в нашем обществе, в правительстве, в которых уверено сердце людей. Хотелось бы видеть людей, в которых уверено сердце. Я разговариваю со служителями в церквях. И, конечно, они смотрят на молодежь. Люди, которые уже прошли свой путь. Люди, которые уже понимают, что уже завтра, послезавтра им нужно смотреть на следующее поколение, чтобы передавать церковь, передавать служение, чтобы доверить людям. И знаете, что они хотят? Что хочет Петр Моисеевич? Он хочет видеть молодых людей, в которых он уверен. В которых уверено его сердце, что они пойдут путем Господним, будут делать дело Божье, страхи Божьим, и все будет идти правильно. Научиться играть, петь, это все по ходу дела. Это важно, но это все по ходу дела. Проповедовать, это все по ходу дела. Самое главное, чтобы рядом стояли в церкви Божьей, в Доме Божьем, чтобы поднимались молодые люди, которые имеют Божий страх. Чтобы в них было уверено сердце. Сердце служителей Господних. Сердце патриарха в церкви. Сердце, которое прошли свой путь отцов и дедов. Я думаю, что какая-то часть данного зала, это потенциальные женихи. Есть здесь такие, кто тут не женат еще, можно заметить? Так. А в зале есть женихи? Трое, да? Ну, и неужели о плохом спросил? Я же не спрашиваю, кто там машину чужую увез. Я просто, кто хочет жениться? Кто? О, здесь уже понятнее. Так вот, сестры дорогие, конечно, они хотят красивых, конечно, они хотят миловидных, но мы точно знаем, какая жена нужна каждому из них. На основании Священного Писания мы знаем, что данным братьям нужны жены, боящиеся Господа. Скажите, братья, аминь. Аминь. Так, мужское такое. Аминь. Им нужны жены, боящиеся Господа. Все может измениться. А чему-нибудь в жизни можно и научиться, не так страшно. Если к 18 годам вы не усвоили ту или иную профессию, не так страшно. Но если вы встали на путь святости, если вы встали на путь покорности Богу и Божьему Слову, если вы научились, сестры, трепетать пред Божьим Словом, если оно для вас есть абсолютная истина и авторитет, и вы понимаете, что там Бог, вы ходите пред Богом, когда рядом родители, вы ходите пред Богом, когда их нет, вы ходите пред Богом в шумном собрании, и когда вы одни, вы ходите пред Богом, вы благословены. Это огромный залог для всей вашей будущей жизни. Это учеба, которую нигде в миру вы не приобретете. Это школа Божья. Это школа Божьих путей. Так вот, сестры дорогие, здесь есть те, кто еще не замужем? Вы можете, как-то я могу заметить? Поднимите руки. Только в хоре. Несколько человек. Я понимаю, что сестры скромны. Если бы я спросил, кто хочет замуж, то, конечно, они еще бы больше так стеснялись. Но на самом деле я понимаю, что Библия говорит, нехорошо быть человеку одному. Поэтому те сестры наши дорогие, которые еще не замужем, безусловно, они рассчитывают и планируют найти замечательного молодого человека, с кем они вступят в брачные супружеские отношения и будут идти по жизни. Так вот, братья, я вам скажу то, что они думают. Они хотели бы, чтобы вы были статными. Они хотели бы, чтобы вы были образованными. Они хотели бы, чтобы у вас была профессия, чтобы вы были хорошими христианами. Но даже если они не до конца это осознают, то самое главное, что им нужно, чтобы им в жизни встретился человек, боящийся Бога. Аминь, братья? Аминь, сестры? Аминь! Самое главное, что нужно сестрам, чтобы идти по этой жизни. Им нужен молодой человек, который боится Бога. Все может измениться. Транспорт изменится. Структура изменится. Связь какая-то изменится. Техника изменится. Все вокруг нас может меняться. Все. Но то, что неизменно, это наш опыт жизни. Это страх пред Господом. Это страх пред Господом. Друзья мои, я не буду много обращать внимания. Вы знаете хорошо жизнь Иосифа. Вы знаете, через что он прошел? Он прошел через эту яму, где он почувствовал пустоту, одиночество, боль и предательство. Но его отношения с Богом дали ему силы не сломиться. Он оказался в доме, в комнате развратной женщины. Но страх Божий помог ему сохранить честь и праведность. Он оказался преданным тем самым домом и находясь в тюрьме. Он не ожесточил своего сердца. Он был чист и праведен пред Господом. Господь готовил Иосифа, чтобы подарить его Египту. Вы слышите меня? Господь готовил Иосифа, чтобы в один день подарить его Египту во спасение Египта. Братья, разве Господь не любит своих дочерей? Разве Он не хотел бы им приготовить боящихся Господа женихов? Сестры, разве Господь не любит своих сыновей? Разве не хотел бы Он им приготовить невест, боящихся Бога? Церковь дорогая, Господь думает о нашем сегодняшнем. И Господь заботится о нашем завтрашнем. До нас шли наши отцы, которые имели Божий страх, ходили путями Господними, трепетали пред Ним, читали Божье Слово и ставили Его во главу угла, во главу всей их жизни. Идет следующее поколение. И Господь хочет благословить церковь в следующих дней людьми, боящимися Господа. Иосифами, боящимися Господа. Я не исключаю, что кто-нибудь из вас будет врачом, будет занимать другие государственные должности, может быть, в этом мире, где в обучении, кто его знает где, где от вас будет что-либо зависеть. И представляете, если на тех местах, вы же обращаетесь в разные инстанции, правда же, в государственные. Вы приходите, говорите, ну такой непорядочный человек. Вы встречаетесь с тем, говорят, ну вот непорядочный человек. В бизнесе встречаетесь, непорядочно человек поступил. А представьте, если бы вас окружали люди, боящиеся Бога, как Иосиф. Вы делаете бизнес, вы договорились на словах, и вас не кинули. С вами рассчитались. И вы говорите, вау, и что ты вот так вот рассчитался под честное слово? А он говорит, так а при чем здесь честное слово? Я же Бога боюсь. Я же Бога боюсь. При чем здесь? Какая разница? Мы подписали контракты, не подписали контракты. Я сказал честное слово, нечестное слово. Какая разница в сети бумаги? Я тебе дал слово. А Бог говорит, если ты даже злому клянешься и не изменяешь, будешь иметь награду. Я ведь хочу награду от Господа. Я ведь хочу благословения от Папы. Поэтому мой принцип – ходить пред Господом, свято и трепетно. Иметь Божий страх. Друзья мои, мы подходим к молитве. Я думаю, что мы, как Церковь Господня, хотели бы помолиться и благословить молодых людей, благословить многих из вас, благословить учиться жить, благословить приобретать опыт, благословить приходить в Божий страх, благословить вас искать Божье лицо, благословить вас искать Божье присутствие, Потому что есть та святая обстановка, есть та святая атмосфера Божьего присутствия, где вы будете приобретать опыт, опыт хождения пред Богом, опыт Божьего страха. Я понимаю, вы кое-что умеете, я понимаю, вы уже на пути, я понимаю, вы рождены свыше, я понимаю, вы видели Бога и Божьи действия в вашей жизни, я понимаю, но жизнь еще чему-либо будет учить вас. Все еще впереди, еще школа впереди, еще многому Господь будет учить вас, если вы будете в Божьих руках, если вы готовы будете посвятиться в Божьи руки, если вы готовы будете сказать, Господь, воздействуй на меня Духом Святым и Словом Твоим, я хочу быть Твоим учеником, я хочу быть в Твоей школе, я хочу учиться от Тебя. Помажь меня Духом Святым, веди меня Твоими путями, ограничивай меня от мирских всяких вещей, Господь, веди меня в страхе Твоем, в праведности Твоей, в чистоте Твоей, проведи меня этим путем, чтобы я приобрел потрясающее знание божественного страха, потрясающий опыт путей Господних, чтобы я слышал голос Божий, видел Господа, идущего впереди, понимал Божьи откровения, прислушивался к ним и исполнял их в своей жизни. Это ведь опыт, это ведь не каждый приобрел, по крайней мере из этих множества сыновей Иакова Иосиф особенно отличился тем, что сердце его было раскрыто Господу, что Господа он ставил во главу угла, что он готов был страдать, проходить пустыней, тюрьмой, унижениями, скитаниями, ради того, чтобы быть верным Господу, ради того, чтобы угодить Богу. Нам всем нравится быть вторыми по фараону, не так ли? Ну, нам всем бы хотелось там посидеть на кресле Иосифа хоть с полгодика, ну, кому нет, скажите. А все ли из вас готовы пройти путем Иосифа? Все ли из вас готовы пройти школу Иосифа? Нам хотелось бы работать врачом в кабинете там или каким-нибудь еще там чиновником зарабатывать долларов 40 в час или 60, подписывать какие-то бумажки или мышкой щелкать на компьютере. Но школу пройти не хочется. Учиться не хочется. Я знаю некоторые, которые ехали в Америку и знали, что едут в Америку. И они понимали, что им нужно знать язык, брать язык. И они так крутились, вертелись там, знали. Джиховач борщ, ой ес, жара шиджу. Так, немножко учились. Но когда они приехали сюда, они поняли, что они что-то пропустили в жизни. И многие молодые люди говорят, мы приехали лет к 18, к 22, и мы поняли, что не выучили язык. А как нужен язык? А как нужен язык? А мы что-то пропустили. Если бы Иосиф не выучил тех уроков, вряд ли он смог бы быть вторым по фараону. Он был прилежным учеником. Мы хотели бы благословить прилежных учеников. Божьей школы, Господней школы. Мы будем молиться за вас, молодежь дорогая. Церковь Божья. Я понимаю, что здесь есть родители и дети. Мы сегодня говорим о завтрашнем дне. Нам хотелось бы, чтобы те, кого дал нам Господь, те, которые идут рядом с нами, постигли науку Божью, приобрели опыт Божий и ходили свято и трепетно, свято, Божьими путями, чтобы в жизни вашей Господь делал свои дела, славные и чудесные, чтобы море расступалось от ваших слов, чтобы Господь двигался впереди вас, чтобы слава Божья являлась, чтобы стены ерехонские падали, чтобы жизни созидались, чтобы чудеса происходили, люди, чтобы исцелялись. Нам хотелось бы, чтобы это сопровождало нашу жизнь. Да поможет Господь научиться нам ходить и жить пред Господом. Я приглашаю вас к молитве. Давайте мы поднимемся и вместе будем возвышать голос, просить Бога о благодати Божьей, чтобы Бог благословил иметь Божий страх, чтобы Господь благословил иметь святость Божью, чтобы Господь благословил нас познавать Божьи пути, приходить в Божье присутствие. Я еще раз хочу напомнить, друзья мои, Господу нужны святые люди, Господу нужны святые люди, Господу нужны те, которые готовы идти путем Иосифа, Господу нужны те, которых он будет благословлять и посылать в этот мир. Иосифа он посылал в Египет. Он тебя, возможно, пошлет к твоим друзьям, к твоим знакомым, он тебя подарит для церкви как служителя Божьего, он тобой хочет благословить народ Божий как служительницей Господней, он хочет помазать и благословить тебя в страхе Божьем, чтобы ты величественно пел пред Господом, восхвалял Господа, свято ходил путями Господними, он хочет благословить тебя, чтобы ты просто так жил пред Господом, чтобы люди, которые видят тебя, живут рядом с тобой, в твоем безмолвии видели величие Бога, в твоем безмолвии видели великий голос Божий, великую школу Господню, славные дела Господни. Господь хотел бы поднять тебя, научить тебя, помазать тебя Духом Божьим, наполнить тебя Божьей святостью. И мы хотели бы как церковь Божья молиться за вас. Я хочу спросить вас, если есть здесь желающие, вы хотели бы быть Божьими учениками, Божьими служителями, приобрести Божий страх, поставить для себя целью, иметь Божий страх. Вы хотели бы, друзья, молодежь дорогая, сегодня в этом мире, когда кто-то живет по расчету, у кого-то другие принципы, кто-то ставит для себя иные основания, кто-то пытается пройти по жизни как-то по-другому, другие какие-то пути, другие какие-то дела и маршруты. И в это время Господь ищет людей, и Господь призывает, и Господь спрашивает, кто готов бы приобретать Божий страх, кто готов бы ходить пред Господом в Божьем страхе. Почувствуйте это, молитесь пред Господом. Я хочу сделать по этому поводу призыв и сказать вам об этом, потому что это слово от Господа. Это Господь призывает, это Господь побуждает. Он пришел когда-то в жизнь Иосифа, в семью Иосифа, и он увидел сон. Братья жили, все жили в одной семье, все пили одно и то же молоко, ели одну и ту же еду. Но сердце Иосифа забеспокоилось в какой-то момент. Как-то в особенный момент он почувствовал движение Бога. Как-то в особенный момент Господь начал двигаться и говорить в его жизни. И он получил сон. Он получил откровение. Он это не потерял. Он с этим жил. Он в этом двигался. Он за это держался. Он понимал, что это от Бога. И он с этим хочет пройти всю жизнь. Если Господь беспокоит твое сердце, если ты хотел бы пройти путем Божьим, чтобы Божий страх наполнял твою жизнь, чтобы ты был человек, боящийся Бога. Человек, боящийся Бога. Мы как церковь будем благословлять вас и молиться. Народ Божий, мы будем возвышать голос. Мы будем молиться сейчас пред Господом. Господь, благослови твоих детей. Господь, благослови молодежь. Господь, благослови братья и сестер. Наполни духом твоим. Благослови каждое сердце, Господи. Благослови тех, кто размышляет пред тобою сейчас. Благослови тех, Господь, для кого близко это слово Бог наш, ты благословил жизнь Иосифа И он был огромным благословением для отца Он был огромным благословением для матери Он был огромным благословением для братьев своих Он был огромным благословением для врагов, для Египта Он был огромным благословением для окружающих Господь, мы благодарим тебя за семью Израиля Что ищересал его Выходили люди, которые благословляли народы Которые служили народам которые были во благословение народам. Господь, мы сегодня благословляем молодежь, мы сегодня благословляем церковь, мы сегодня благословляем молодых людей. Господь, благослови и презри на тех, которые готовы сегодня, чтобы в их жизни явилась благодать Твоя, чтобы в их жизни явилась слава Твоя, чтобы через их жизнь открылась мудрость Твоя и величие Твое. Господь, поднимай молодых людей, поднимай сестер и братьев, сыновей и дочерей, Господь, Поднимай тех, которые будут идти путями Твоими, которые будут иметь страх Твой, которые будут движимы Духом Твоим, которые будут покоряться Тебе, которые выстоят против искушения, которые не совратятся на путях своих, которые будут ходить свято и праведно перед Тобою, потому что будут иметь страх Божий. Потому что будут иметь страх Божий. Господь, это награда Твоя. Страх Божий, это награда от Тебя. Страх Божий, это благословение от Тебя. И мы просим Тебя, Господь, чтобы Ты наделил Твоей наградой, чтобы Ты послал Твое благословение молодым людям сегодня здесь. Иметь Твой страх, иметь Твой страх, слышать Твой голос, ходить Твоими путями. Благослови Господь, благослови Господь, благослови Господь, благослови Господь во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса, во имя Иисуса. Друзья мои, тем не менее, я хотел бы сделать призыв для вашего решения. Если вы хотели бы, чтобы Бог благословил вас страхом Божьим в вашей жизни, приходите и склоняйтесь к алтарю. Те, кто поднимал руки, те, кто в раздумии, приходите, склонитесь здесь. Церковь молимся. Мы хотели бы благословить их. Мы хотели бы благословить их, потому что в этом мире так все шатко. В этом мире столько много искушений. В этом мире столько много искушений. И так легко поскользнуться, так легко уплыть, так легко потеряться. Молодежь дорогая, братья дорогие, сестры дорогие, в вашей жизни, если вы хотите, чтобы Божий страх был благословением для вас, чтобы вы получили этот дар, чтобы вы научились ходить в Божьем страхе, чтобы Господь дал вам благодать, дал вам дар Божий – ходить пред Господом. Ходить пред Господом. Есть такие пути, когда мы ходим пред Господом. Есть такие пути, когда мы слышим голос Божий. Есть такие пути, когда Бог движется в нашей жизни. Есть такое состояние души, когда тебя покрыл Божий страх, и ты в безопасности. Ты в безопасности в пустыне. Ты в безопасности среди врагов, ты в безопасности в твоих делах, ты в безопасности в твоей жизни, потому что Бог тебя покрыл божественным страхом. И Бог обязательно благословит тебя и будет использовать тебя. Мы живем в этом мире, где в церкви Божьей должны быть наполненными людьми, боящимися Бога, имеющими Божий страх, имеющими помазание от Бога, движение от Бога. Молодежь дорогая, мы нуждаемся в Господе, мы будем сейчас молиться, призывать Божье имя, призывать благодать Господью. Мы не знаем, как и почему Господь пришел в жизнь Иосифа и помазал его, благословил Иосифа, чтобы Иосиф имел Божий страх. Но мы хотели бы, чтобы сегодня Господь помазывал молодых людей иметь Божий страх, чтобы Господь благословил наших детей иметь Божий страх, иметь Божий страх, иметь Божий страх, иметь Божий страх ходить пред Господом. Чтобы наши сыновья имели страх Божий, чтобы наши дочери имели страх Божий, чтобы наши зятья имели Божий страх, невестки, чтобы имели Божий страх, служители Господни, чтобы имели Божий страх, те, кто завтра будут стоять в основании церкви, те, которые завтра будут вести церковь, чтобы они имели Божий страх, Божий страх, Божий страх. Мы нуждаемся в этом. Церковь молимся, родители молитесь, народ кто на балконе молитесь. Это наше согласие, это наше единство. Мы молимся о благодати Божьей, чтобы народ Божий ходил в страхе Божьем. Чтобы народ Божий ходил в страхе Божьем. Ходил пред Господом. Мир нуждается в людях, боящихся Бога. Мир нуждается в людях, боящихся Бога. Церкви нужны люди, боящиеся Бога. Молодежь должна быть боящейся Бога. Ходящаяся пред Богом. Чтобы в их жизни явилась благодать Божья. Чтобы они умели жить. Чтобы они благословили окружающих. Чтобы они были благословением для Египта. Мы не знаем, куда Господь будет посылать наших сыновей и дочерей, мы не знаем. Но если на них будет Божий страх, они благословлят и семьи ваши. Они благословлят дома ваши. Они будут благословением для друзей и для врагов. Они будут благословением для Египта. Если они будут иметь страх Божий, Бог благословит церковь. Господь, мы молимся Тебе.